Всем привет, мои дорогие! С вами сегодня Таурус, машина, которая приехала продавать воду, и Алексей Смирнов. Который эту воду продаёт? Нет, Алексей Смирнов со мной как раз играет. А воду продаёт там какой-то, какая-то четвёртая, четвёртый персонаж нашей истории, но он останется уже за кадром. Да, в рубрику за кадром он идёт. Да. Ну, а мы тем временем продолжаем играть в игры в сборнике X52 на Sega Mega Drive, и, пожалуй, что у нас там дальше? Depth Charge. Следующая игра на очереди, моя очередь. Очень напоминает, знаешь, что это название? Про акулу игру. На Соньку нет? Или на что? Нет, на NES 52 на... Ну, Action 52 на NES. Не то, что AVGN там обозревал. А, ну-ка, челюсти были. А, нет. Так-то она и есть. Нет, там-то водолазом плавал. Так, погоди-ка. Хорошо. Мы, нам надо... Ух, подлодка сбитая. Карады. Слушай, красивая игра, да? Ну да. Имужем какой классный. Цвета уматные такие, именно сеговские. Ой, так это не акулы, это подлодки, ё-моё. Да, я же говорю. Да. Но они ещё так разваливаются, как будто это кровь у них, посмотри. Как будто там что-то такое. У тебя сверх-мощная бомба просто. Ну, похоже на то. Так. Успешно! Успех! Успех, успех, успех! Таурус всех покарает. Но пока легко. Пока всё предельно легко. А у нас, походу, да, сонар такой сверху установлен, да? Она как раз в предыдущей игры взяли-сняли. Ну да, кстати. Левел 2. Ну, сейчас я думаю, всё будет сложнее. Вот, считай, что это аналог как раз, ну, того, ну, я даже, не знаю, рискну назвать его симулятором. Как в Action 52. Отлично, да. Что было там, то, что я играл. Летающий, что ли? Да. Не, ну, у меня всё-таки, как раз, кажется... Skywinder, по-моему, там она называлась. Но оно как-то здесь всё упрощённо. Всё-таки здесь вид сбоку такой. Там трёхмерный. Ну, якобы. Вообще, если честно, вот, по правде сказать, мне не нравятся старые игры, которые сделали как будто трёхмерными. Ох ты, ё-моё, ты посмотри. Я пошёл ко дну. Кормить акулу. Ну ладно, три жизни ещё есть. Господи, какая музыка ужасная. Ах! И знаешь... Не, ну тут музыка какая-то нормальная. Да. Просто не предугадаешь, когда будут ракетой выстреливать. Вот как мне... О! Надо, наверное, всё-таки пережидать, да, порой? Отлично. Значит, всё-таки прогресс сохраняется, да? При смерти. Ну, это спорно, конечно. Если бы знать, сколько надо убить, если бы всё это статистика отображалась, можно было бы сказать, там и сохраняется, и не сохраняется. Аааа! Чёрт возьми, я сам на неё полетел, блин. Так, всё, ну я понял, как бы, надо себя в руки взять. Потому что, ну, как бы не сложно, да? Ну да, это ещё второй уровень. Ты должен до четвёртого дойти, как я. Это третий уровень. Третий? Ну ладно, значит, ещё должен до четвёртого дойти. И там меня обогнать. Честно говоря, совсем не уверен, но я постараюсь, по крайней мере. Те подлодки, которые почти в возле поверхности, вот с ними особенно сложно, потому что они-то стреляют постоянно. И мало шансов увернуться, в принципе, может быть. Так, прошёл. А вот сейчас, наверное, на этом ей закончусь. Хотя две жизни пока есть. Одну потерять ещё можно, но потом... Вот, опять, о чём я и говорил. С другой стороны, смотри, ты как бы сбоку стреляешь, и она летит дальше немножко, видишь? А почему она вперёд, да, интересная? Она, по идее, должна назад меняться. Течение, можете. Так, течение волны на тебя летит. Ну, это подводное течение своё. Чё, спорить будешь? Ты посмотри, они по две выстреливают, да, или что это было? Вот, да. Так, ладно, у меня последняя попытка, я должен не подкачать всё-таки. Пока, мне кажется, с этими играми ты лучше справляешься. Чё, да нет! Ой, блин, зараза. А тут уже и по четыре подлодки, смотри. Ну, короче, твой рекорд в той игре я не догнал, к сожалению. Да как раз догнал, ты его не обошёл просто. Ну, да, ну, всё-таки, по-моему, полегче это. Глаз Сознания. Или как это? У-у-у. А? Нет. Это, наверное, будешь играть теперь за глазницу. Нет, пожалуйста, нет. Нет. Помнишь, Дик-Нуками, такой глаз? Да, Дик-Нуками-то я помню. Я помню всякий ужас и трэш. Это сапёр. Да, сапёр это. Только, честно говоря, я никогда в него играть не умел. Я знаю, что где-то надо открывать по бокам, да? Ну, в этим, по углам. Как-то оно. Что дальше? И что значит 1GS? 0GS. Это я помечать могу. Слышишь? Да. Одна, стой, подожди. Вот теперь, значит, в радиусе может быть 1 бомба. Ну, вот где-то, или по диагонали тоже, да, считается? Да. Я просто в начале нажимал что-то не то, слышишь? Походу, то, что я нажимал в начале, может обезбереживать бомбы. И 5 раз у меня на это было. Ну, гесс, это, наверное, догадки, что ли. Ну, типа того. Так, вот здесь можно попробовать. Давай. 2. То есть, подожди. И всё равно может хоть одна быть вот тут, вот тут, вот в радиусе. Да. Это ж не значит, что вот тут только на 2 рядом есть. А ближе нету. Я реально не умею вот такие игры играть. Просто хрен его знает. Вот куда бы ты поставил? Я бы, например, внизу единицы посмотрел, что есть. В смысле единицы? Вот тут. Вот, нет, нет, вниз двинь, вот здесь что. А что именно здесь? Одна. Значит, вот тут, наверное, где-то нет. Так. Просто никак, блин, не угадаешь. Ну, больше шансов, что есть вот здесь или вот здесь, потому что тут одна и тут одна, да? Да. Давай ещё раз вниз. Так. Дальше становится интересно. Давай ещё вниз. Ну, просто смотри. Вот тут вот, вот тут вот. И вот тут вот одинаковый процент, что будет мина. Она её там может быть и не быть, она может быть выше по диагонали. Так, вот теперь, да, вот тут можно гадать. Вот самое нижнее показывает нам, что, возможно, как раз в третьем столбике в одной из двух будет мина. Либо же будет в пятом. О, господи. О, господи. Это здесь мина, по-любому. О, господи. Знаешь, да, вот я предлагаю тебе вот так дальше. Вот просто вот так? Нет, 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 нет. Теперь вот вторую, вот эту, да. Вот эту? Нет. А, вот эту, да? Вот эту, да. И так везде, что ли? А, хотя бы тут опасно. Значит, тогда можешь по диагонали, там же опять тоже теперь открыть, с левого верхнего. Ну, я могу вот тут вот ещё открыть так же. Давай. Опа. Вот тут вот, наверное, да, эта мина? Тут либо вот эта тут выше. Посмотри, тут, потому что и тут единица, и тут единица, и тут единица. Значит, наверное, они на это показывают? Либо это, либо вот, либо чуть побольше одна из двух. А, либо вот это. Тут вообще четыре получается. Либо тут, либо тут. Ну, короче, тут не должно быть, по идее. Ну, давай. Короче, вот тут по-любому что-то будет, да. Тогда идём сюда. Нет, тут, по идее, быть не должно, потому что по диагонали у тебя пусто. Понятно. Господи. Ну, я не готов все, ну, несколько же, пять жизней на это тратить, честно скажу. Ё-моё, что дальше? Продолжать таким же макаром? Тут вот. Ну, вот я тебе говорю по диагонали, где у тебя две единицы. Ты видишь, выстроилась. Открывай тут. Тут, да? Нет, внизу, которая. Внизу. В смысле? Вот тут вот? Ещё ниже. Вот здесь, да. Две. Вот. Теперь тут две как бы можно будет увидеть бомбы. Ага. В этом радиусе где-то две находятся. Да. Ну, вот, мне кажется, внизу тут где-то. По-любому, или в этом, или в этом одна будет. Мне кажется, вот тут безопасно. Хотя, хрен его знает, да? Получается, или тут, или тут она находится, да? Одно из двух. Давай нижняя, где две единицы. Вот тут, что ли? Да. А с чего ты взял? Погоди. Ага. Ты прав, ты прав. Значит, вот тут сто процентов будет. Вот тут, да. Вот тут. Вот так можно сделать. Да. Ё-моё, сумасшедшая игра, на самом деле. Ну, давай, Алексей. Ты мой куратор. Так, одну бомбу нашли, да? Теперь, где единица, опять же. Ты в нижнем углу, мы сейчас находимся. Снизу двигаться. Хорошо, с неё и начинать, да? Вот, где один и два, вот, надо единицей открывать. Вот тут вот? Да. Почему не тут? Потому что вот тут, как бы, одну бомбу мы нашли. Хотя, да, там тоже может быть двойка, что же по диагонали. Ну, да. Сейчас тоже. Сейчас, музыка такая, знаешь, как будто часы тикают. Так, тогда, значит, вот, передвигайся два раза вправо. Ещё, вот здесь открывай. Ну, да. Значит... Значит, ещё выше открывай. Вот тут вот будет, мне кажется. Хотя, хрен его знает. Пожалуйста, смотри, если вот тут двойка, то работает вот, вот, аж до этого квадратика это двойка. Нижняя двойка нет, так не работает. Вот это вот, вот эта двойка относится к этому квадратику? Нет. Значит, нет, да? Вот только всё, что в округе, в одной клетке находится. И вот так вот, да? Вот так же. Нет, тоже. Как не? А, тупо что две мины, да? Да. А, всё, я понял. А, так получается вот тут вот мина? Да. И где-то тут всё, я понял. И ещё одна где-то здесь одна будет. И тут то же самое. Вот тут, наверное, мина будет. Хрен его знает. Ну, большая вероятность, да? Потому что и тут единица, и тут единица. Тут двойка, что вот эту. А, нет, смотри, тут не будет. А, тут не будет. Да, тут не будет. Потому что тут единица, а вот это вот засекает. Да, она, наверное, тут. Всё, я начинаю что-то понимать. Я начинаю что-то понимать. Блин, ну на самом деле это длинная, конечно, игра. А вот тут, конечно, просто минное поле какое-то. По диагонали поди вот между двойками. Вот тут, мне кажется, должна быть. Нет, я думаю, что ниже будут. Всё-таки тут? Да. Ё-моё. Вот честно, блин, не знаю теперь. И тут, и тут, может быть. Ну, давай, открывай там. Что ты думаешь? Ничего, блин, не думай, слушай. Вот тут опасно, мне кажется. Ну да, единица тут указывает. Так, 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 так. Единица, единица, единица. Тогда тут ничего не будет. Правильно? Возможно, давай. И вот тут ничего не будет. И вот тут ничего не будет. Да, открывай. Да? Да. Отлично. Отлично. Слушай, я научился в сапёра играть. Только мне это не помогло. Совсем. Ну, ещё выше открывай. Вот это. А тут почему? А, она тоже, да? Да, да, да. Ты прав. Дальше. Тут, может быть... Так, лучше, наверное, тут понять, что это нужно делать. Тут 50% для этой единицы, и тут 50% для этой единицы. Но тут аж три прилегают двойных. Мне кажется, надо единицы открывать надо. Вот тут всё-таки? Да. Ну, так я же так тоже думаю. А, не то. Погоди. Вот. Значит, тут по-любому мина. Да. Да. Ой, я что, нажал? Ты нажал, наверное, её не указал. Я пометить хотел. Чёрт возьми, я пометить хотел. Да, а ты не с этого на неё наступил. Ладно, я думаю, можно на этом прекратить, в принципе. Сейчас, как же я жал тогда. О. Видишь, у меня работает перезапуск. Не, ну круто. Слышь, я после этого буду поиграя в этом виндовсовском сапёре. Кстати, восьмой виндовсовщен есть? Я даже как-то нигде не помню. Нету. Нету. Там, по-моему, вообще ни одной веронеты. Только закачив через интернет-магазин. По-моему, тоже. В XP там и этот... Пинбол был. Много чего прикольного. Не, ну круто. Слушай, я реально... Я до этого, до сегодняшнего дня в сапёра вообще не умел играть. И даже его логики не понимал. Теперь, кажется, начал. Атака на планетян. Господи, тут такая, знаешь, интеллектуальная игра. А тут атака на планетян сразу. Отлично. Это, наверное, последняя игра, да? Для меня. Классно просто. О, оно ещё такое. Круто. Как-то он стреляет вообще по-дебильному. О, господи. Охотник заети. Если это так инопланетяне выглядят, то я не хочу, чтобы человечество космос открывало и развивало. Короче, а я могу стрелять как-то... А! О, господи! Как-то мне жутковато немножко, слушай. Если сзади будут, я просто буду уворачиваться. А если спереди, я буду просто залпом стрелять, наверное. Хотя, наверное, в любом случае... Ох ты, господи, горгона. О! Слушай, что-то с мозг из дюка. Ну, какой-то он тут слишком уж модный. Тут он даже страшнее, нежели в самом дюке. Похоже на то. Я вот думаю, есть ли какая-то концовка? Есть! Не, ну это страшно. Слушай, это мне даже хоррор немножко напоминает. Просто атмосфера, знаешь, такой обречённости какой-то. Видишь, level 1. Всё-таки тут есть количество уровней. Конечно. Вот это тебя тварь, ты поймала. А чё она такая медленная была? Походу, она стрелять умеет. И видишь, у меня писает, что снова нужно к краю экрана подходить, чтобы переворачиваться. Я тебе про это читамены говорю. О, прошёл. Да, всё-таки прогресс сохраняется. Фу, господи. После сапёра мне ничего не страшно. Ууу, слушай, прикольно. А вообще локация меняется, да? Ну да, разукрасили их в другой цвет. О, господи. Я думал, он меня схавает. Так, аккуратно. И всё-таки, окончание уровня зависит от того, что я дойду куда-то, или от того, сколько я убью кого. Наверное, когда дойдёшь-то. Ты смотри, какие... Мастерство какое у воротов. Господи. Что-то мне жутко в этом месте, на самом деле. Обречённое какое-то место, такое страшное. Нехорошее. Слушай, они там, по-моему, уроглиф какой-то на мозгу. У меня? У кого? Ну вот на красном, на этом. На мозгу там? Да. Не знаю, не обращал внимания. О, а этот синий в тапочках, жёлтый, бедный. Надо Юрика спросить, что за ирулоглиф. Он там японский вроде изучает. Хотя Юрик куда-то вообще пропал. Ох ты, господи! Вот видишь, какой-то у него значок нам был. Нет, я пытаюсь сосредоточиться на себе скорее. Так, а ну. А, ну да, кстати. Скорее всего, это складки, конечно. Да ладно! Ах, всё, готов. Там есть четыре жизни, какой готов. Если эти твари думают, что так легко могут от меня избавиться, разочек меня куснуть и всё, и как бы на этом всё закончится, то они глубоко ошибаются. Если ты тоже так думаешь, ты тоже ошибаешься. Я готов. Убивать! Господи. Ты сейчас до четвёртого уровня опять дойдёшь и всё там... Ну да, по-любому. О, хе-хе-хе. А, погоди, это только третий сейчас будет. Ну да. Тогда до четвёртого, может, ещё и не дойду. И ещё вот главное, 300 очков всего лишь. Слушай, мне, ну жёстко. По-крайней мере, после того, что уровни вот так вот совсем по-разному выглядят, я уже совсем не могу назвать, ну как бы это полным трэшем. Частичный трэш такой. Но согласись, Atari всё равно как-то отдаёт немного. Конечно, отдаёт. AtariXion 52 всё-таки. Хотя и чуточку улучшенной. Но такого трэша нет, по крайней мере. И музыка, кстати, приятная, более-менее. Горгона меня съела. Как думаешь, дойду до четвёртого? Ну, ты должен дойти. Господа, делайте ставки. Дойдёт ли Таурус до четвёртого уровня? Давай, давай, давай. Не по себе немножко, на самом деле. А ты вот так вот, беги, стрелять. А я не всегда успеваю убить. Да ладно, кто меня съел? Я его не видел. Или её? Да ну да, она спряталась. Да даю! Я не дошёл до четвёртого. О, ты господи! О, ты господи! В том время засекаешь? А ну да. Наверное, надо заканчивать, как считаешь? Ну, считай, что 20 минут. Ну вот. Блин, слушай. По-моему, сколько? Пять или шесть серий занял Legend 52 на Dendy, да? Шесть, по-моему. А здесь их будет, блин, серии 15, наверное. Ну, всё-таки игры стали поразнообразнее. Да, мы, в принципе, как-то подробнее хотим рассмотреть их. Ну, они достойны, по крайней мере, этого. Ну, просто если... Когда ты играешь за кусок непонятно чего, да? И соперники твои тоже кусок непонятно чего. И когда ты стреляешь, то что-то, какие-то глюки происходят. И в этой игре, кроме всего этого, ничего больше нет. То даже время на это как-то потерять не хочется. Поиграл и забыл. А тут мы, конечно, стараемся хоть какого-то успеха достичь. Ну что, дальше будет очередь Алексея, и он будет играть в Билли Боб. Если вы хотите посмотреть на это зрелище, друзья, возвращайтесь в следующей серии. Ну что ж, всем до скорого и пока. А ты, Ром, чего не попрощался? Ну, просто что-то для разнообразия. Знаешь, вы увидите в следующей серии. Такое молчание, кулисы закрываются и пошли хитры. Всем до скорого, всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok